Иное измерение русской культуры. Николай Михайлович Карамзин Рыцарь нашего времени Читает Евгений Бразов-Брушковский Вступление С некоторого времени вошли в моду исторические романы. Неугомонный род людей, который называется авторами, тревожит священный прах Нум, Аврелиев, Альфредов, Карломанов и, пользуясь истори, присвоенным себе правом, едва ли правым, вызывает древних героев из их тесного домика, как говорит Асиан, чтобы они, вышедшие на сцену, забавляли нас своими рассказами. Прекрасная кукольная комедия. Один встает из гроба в длинной римской тоге с седою головою, другой в коротенькой гешпанской епанче с черными усами, и каждый, протирая себе глаза, начинает свою повесть с яиц леды. Только привыкнув к глубокому могильному сну, они часто зевают, а с ними вместе и читатели сих исторических небылиц. Я никогда не был ревностным последователем мод в нарядах. Не хочу следовать и модам в авторстве. Не хочу будить усопших великанов человечества. Не люблю, чтобы мои читатели зевали. И для того, вместо исторического романа, думаю рассказать романтическую историю одного моего приятеля. Впрочем, не любо, не слушай, а говорить не мешай. Вот мое невинное правило. Глава первая. Рождение моего героя. Если спросите вы, кто он, то я не скажу вам. Имя не человек, говорили русские в старину. Но так живо, так живо опишу вам все свойства, все качества моего приятеля, черты лица, рост, походку его, что вы засмеетесь и укажете на него пальцем. Следственно, он жив, без сомнения. И в случае нужды может доказать, что я не лжец и не выдумал на него ни слова, ни дела, ни печального, ни смешного. Однако ж, надо бы как-нибудь назвать его. Частые местоимения в русском языке неприятны. Назовем его Леоном. На луговой стороне Волги, там, где впадает в нее прозрачная река Свияга, и где, как известно по истории Натальи, боярской дочери, жил и умер изгнанником невинный боярин Любославский, там, в маленькой деревеньке, родился прадед, дед, отец Леонов. Там родился и сам Леон, в то время, когда природа, подобно любезной кокетке, сидящей за туалетом, убиралась, наряжалась в лучшее свое весеннее платье, белилась, румянилась весенними цветами. Смотрелась с улыбкою в зеркало вод прозрачных и завивала себе кудри на вершинах древесных, то есть в мае месяце. И в самую ту минуту, как первый луч земного света коснулся до его глазной перепонки, в ореховых кусточках запели вдруг соловей и малиновка, а в березовой роще закричали вдруг филин и кукушка, хорошее и дурное предзнаменование, по которому о семидесятилетняя повивальная бабка, принявшая Леона на руки, с веселой усмешкою и с печальным вздохом предсказала ему счастье и несчастье в жизни, ведра и ненастье, богатство и нищету, друзей и неприятелей, успех в любви и рога при случае. Читатель увидит, что мудрая бабка имела в самом деле дар пророчества. Но мы не хотим заранее открывать будущего. Отец Леонов был русской коренной дворянин, израненной отставкой капитан, человек лет в пятьдесят, не богатый, не убогой и, что всего важнее, самый добрый человек. Однако ж, немалонисходный характером с известным дядей Трестра Машенди, добрый по-своему и на русскую стать. После турецких и шведских компаний, возвратившись на свою родину, он вздумал жениться, то есть не совсем вовремя, и женился на двадцатилетней красавице, дочери самого ближнего соседа, которая, несмотря на молодые лета свои, имела удивительную склонность к меланхолии, так что целые дни могла просиживать в глубокой задумчивости. А когда говорила, то говорила умно, складно и даже с разительным красноречием. А когда взглядывала на человека, то всякому хотелось остановить на себе глаза ее, так они были приветливы и милы. Красавицы нашего времени, будьте покойны, я не хочу сравнивать ее с вами, но должен в изъяснении душевной ее любезности открыть за тайну, что она знала жестокую. Жестокая положила на нее печать свою, и мать героя нашего никогда не была бы супругой отца его, если бы жестокой в апреле месяце сорвал первую фиалку на берегу свияги. Время снимает завесу со всех темных случаев. Скажем только, что сельская наша красавица вышла замуж, непорочная душою и телом, и что она искренне любила супруга, во-первых, за его добродушие, а во-вторых, и потому, что сердце ее никем другим не было уже занято. Глава вторая Каков он родился Юные супруги, с милым нетерпением ожидающие плода от брачного нежного союза вашего, Если вы хотите иметь сына, то каким его воображаете? Прекрасным? Таков был ли он? Беленьким, полненьким, с розовыми губками, с греческим носиком, с черными глазками, с кофейными волосками на кругленькой головке, не правда ли? Таков был ли он? Теперь вы имеете об нем идею. Поцелуйте же его в мыслях и ласковую улыбкою ободрите младенца жить на свете, а меня быть его историком. Глава третья Его первое младенчество Но что говорить о младенчестве? Оно слишком просто, слишком невинно, а потому и совсем нелюбопытно для нас, испорченных людей. Не спорю, что в некотором смысле можно назвать его счастливым временем, истинною Аркадией ее жизни, но потому-то и нечего писать о нем. Страсти, страсти, как вы нежестоки, как непагубны для нашего спокойствия, но без вас нет в свете ничего прелестного. Без вас жизнь наша есть пресная вода, а человек – кукла. Без вас нет нетрогательной истории, незанимательного романа. Назовем младенчество прекрасным лужком, на который хорошо взглянуть, который хорошо похвалить двумя-тремя словами, но которого описывать подробно не советую ни к какому стихотворцу. Страшные дикие скалы, шумные реки, черные леса, африканские пустыни действуют на воображение сильнее долин темпейских. Как? Для чего? Не знаю. Но знаю то, что самый нежный друг детей, хваля и хваля их невинность, их счастье, скоро будет зевать и задремлет, если глазам или мыслям его не представится что-нибудь совсем противное сей невинности, всему счастью. Однако ж, читатель обидит меня, если подумает, что я таким отзывом хочу закрыть песчаную бесплодность моего воображения и скорее поставить точку. Нет, нет, клянусь Аполлоном, что я мог бы набрать довольно цветов для украшения этой главы, мог бы, не отходя от исторической истины, описать живыми красками нежность Леоновой родительницы, мог бы, не нарушая ни аристотелевых, ни гарациевых правил, десять раз переменить слог, быстро паря вверх и плавно опускаясь вниз, то рисуя карандашом, то расписывая кистью, мешая важные мысли для ума строгательными чертами и для сердца. Мог бы, например, сказать, тогда не было еще Эмиля, в котором Жан-Жак Руссо так красноречиво, так убедительно говорит о священном долге матерей, и, читая которого прекрасная Эмилия, милая Лидия, отказываются ныне от блестящих собраний и нежную грудь свою открывают не с намерением прельщать глаза молодых сластолюбцев, а для того, чтобы питать ею своего младенца. Тогда не говорил еще Руссо, но говорила уже природа, и мать, героя нашего, сама была его кормилицей. Итак, неудивительно, что Леон на заре жизни своей плакал, кричал и не мог реже других младенцев. Молоко нежных родительниц есть для детей и лучшая пища, и лучшее лекарство. От колыбели до маленькой кроватки, от жестяной гремушки до маленького раскрашенного конька, от первых нестройных звуков голоса до внятного произношения слов, Леон не знал ни воли, принуждения, горя и сердца. Любовь питала, согревала, тешила, веселила его, была первым впечатлением его души, первую краскою, первую чертой на белом листе ее чувствительности. Лук говорит, кажется, что душа рожденного младенца есть белый лист бумаги. Уже внешние предметы начали возбуждать его внимание. Уже и взором, и движением руки, и словами часто спрашивал он у матери, что вижу, что слышу. Уже научился он ходить и бегать, но ничто не занимало его так, как ласки родительницы. Никакого вопроса не повторял он столь часто, как «Маменька, что тебе надобно?» Никуда не хотел идти от нее, и только ходя за нею ходить научился. Не правда ли, что это могло бы иному полюбиться? Тут есть и живопись, и антитезы, и приятная игра слов. Но я мог бы идти еще далее, мог бы прибавить «Вот основание характера его!» Первое воспитание едва ли не всегда решит и судьбу, и главные свойства человека. Душа Леонова образовалась любовью и для любви. Теперь обманывайте, терзайте его, жестокие люди. Он будет вздыхать и плакать, но никогда, или, по крайней мере, долго, долго сердце его не отвыкнет от милой склонности наслаждаться собою в другом сердце, не отстанет от нежной привычки жить для кого-нибудь, несмотря на все горести, на все свирепые бури, которые волнуют жизнь чувствительных. Так верный подсолнечник не перестает никогда обращаться к солнцу, обращается к нему и тогда, как грозные облака затмевают светило дня и поутру, и в вечеру, и тогда, как сам он начинает уже вянуть и сохнуть. Все, все к нему обращается до последней минуты растительного бытия своего. Надеюсь, что один заил не похвалил бы сей тирады, особливо ж нового разительного сравнения чувствительных сердец, которые всегда стремятся к любви с цветком подсолнечником, всегда клонящимся к солнцу. Надеюсь, что некоторые милые мои читательницы вздохнули бы из глубины сердца и велели бы вырезать сей цветок на своих печатях. Конец главе, скажет читатель. Нет, я мог бы еще многое придумать и раскрасить, мог бы наполнить 10-20 страниц описанием Леонова детства. Например, как мать была единственным его лексиконом, то есть, как она учила его говорить, и как он, забывая слова других, замечал и помнил каждое ее слово. Как он, зная уже имена всех птичек, которые порхали в их саду и в роще, и всех цветов, которые росли на лугах и в поле, не знал еще, каким именем называют в свете дурных людей и дела их. Как развивались первые способности души его, как быстро она вбирала в себя действия внешних предметов, подобно весеннему лужку, жадно впивающему первый весенний дождь, как мысли и чувства рождались в ней, подобно свежей апрельской зелени. Сколько раз в день, в минуту, нежная родительница целовала его, плакала и благодарила небо. Сколько раз и он маленькими своими ручонками обнимал ее, прижимаясь киа груди, как голос его тверже и тверже произносил «Люблю тебя, маменька», и как сердце его время от времени чувствовало это живее. Слова мои текли бы рекою, если бы я только хотел войти в подробности, но не хочу, не хочу. Мне еще многое надо описывать, берегу бумагу, внимание читателя и конец главе. Глава четвертая, которая написана только для пятой. Государе мои, вы читаете не роман, а быль. Следственно, автор не обязан вам давать отчета в происшествиях. Так было точно. И более не скажу ни слова. Кстати ли я, уместно ли, не мое дело. Я иду только с пером вслед за судьбою и описываю, что творит она по своему всемогуществу. Для чего? Спросите у нее. Но скажу вам наперед, что ответа не получите. Семь тысяч лет, если верить хронографам, чудес это она в мире, и никому еще не изъясняла чудес своих. Заглянем ли в историю, или посмотрим, что вокруг нас делается. Везде сфинксовы загадки, которых и сам Эдип не отгадает. Роза вянет, терния остается. Столетний дуб благодетель странников падет на землю от громового удара. Ядовитое дерево сто лет невредимо на своем корне. Петр Великий среди благодетельных планов для Отечества холодеет в объятиях смерти. Ничтожный человек нередко два раза из века в век переходит. Юный счастливец, которого жизнь можно назвать улыбкою судьбы и природы, угасает в минуту как метеор. Малолетные сироты тоскуют на могиле отца. Злополучный, ненужный для света, тягостный для самого себя живет и не может дождаться конца своего. Что же нам делать? Плакать, у кого есть слезы, и хотя изредка утешаться мыслью, что здешний свет есть только пролог драмы. Глава пятая. Первый удар рока. Дунул северный ветер на нежную грудь нежной родительницы, и гений жизни ее погасил свой факел. Да, любезный читатель, она простудилась, и в девятый день с мягкой постели переложили ее на жесткую, в гроб, а там и в землю, и засыпали, как водится, и забыли в свете, как водится. Нет, поговорим еще о последних ее минутах. Герой наш был тогда семи лет. Во всю болезнь матери он не хотел идти прочь от ее постели, сидел, стоял подли нее, глядел беспрестанно ей в глаза, спрашивал, лучше ли тебе, милая, лучше, лучше, говорила она, пока говорить могла, смотрела на него, глаза ее наполнялись слезами, смотрела на небо, хотела ласкать любимца души своей боялась, чтобы ее болезнь не пристала к нему, то говорила с улыбкою, сядь подли меня, то говорила со вздохом, поди от меня. Ах, он слушался только первого, другому приказанию, не хотел повиноваться. надо надо было силою оттащить его от умирающей, постойте, постойте, кричал он со слезами, маменька хочет мне что-то сказать, я не отойду, не отойду, но маменька отошла между тем от здешнего света. Его вынесли, хотели утешать, напрасно, он твердил одно, к милой, вырвался наконец из рук няни, прибежал, увидел мертвую на столе, схватил ее руку, она была как дерево, прижался к ее лицу, оно было как лед, ах, маменька, закричал он и упал на землю, его опять вынесли больного в сильном жару. Отец сорвался, плакал, он любил супругу как только мог любить, сердцу его известны были горести в жизни, но сей удар судьбы казался ему первым несчастьем. С бледным лицом, с распущенными седыми волосами стоял он подле гроба, когда отпевали усопшую, рыдая прощался с нею, с жаром целовал ее лицо и руки, сам опускал в могилу, бросил на гроб первую горсть земли, стал на колени, поднял вверх глаза и руки, сказал, «На небесах душа твоя, мне недолго жить остается», и тихими шагами пошел домой. сын его лежал в забытии, он сел подле кровати и думал, «Неужели и ты пойдешь вслед за матерью? Неужели вы меня одного оставите?» «Да будет воля Всевышнего!» Леон открыл глаза, встал и протянул к отцу руки, говоря, «Где она? Где она?» «С ангелами, друг мой, и не будет к нам назад? Мы к ней будем. Скоро ли?» «Скоро, друг мой, время летит и для печальных». Они обнялись, заплакали, старец лил слезы вместе с младенцем. Им стало легче. И ты, о благотворное время, спеши излить целебный свой бальзам на рану их сердца. И ты, подобно морфею, рассыпаешь маковые цветы забвения. Брось несколько цветочков на юного моего героя. Ах, он еще не созрел для глубокой, беспрестанной горести. И много, много еще будет ему случаев тосковать в жизни. Пощади его младенчество. Не забудь утешить и старца. Он был всегда добрым человеком. рука его, вооруженная лютым долгом воина, убивала гордых неприятелей, но сердце его никогда не участвовало в убийстве. Никогда нога его в самом пылу сражения не ступала бесчеловечно на трупы несчастных жертв. Он любил погребать их и молиться о спасении душ. Благотворное время успокой старца. Дай ему еще несколько мирных лет, хотя для того, чтобы он мог посвятить их на воспитание сына. Пусть иногда воспоминают они о любезной, но без тоски и страдания. Пусть удар горести изредка отдается в их сердце, но тише и тише подобно эху, которое повторяется слабее, слабее и, наконец, замолкает. Читатель, я хочу, чтобы мысль о покойной осталась в душе твоей. Пусть она притаится во глубине ее, но не исчезнет. Когда-нибудь мы дадим тебе в руки маленькую тетрадку и мысль сия оживится, и в глазах твоих сверкнут слезы, или я не автор. Продолжение впредь. Опубликовано в журнале «Вестник Европы», издаваемый Николаем Карамзиным, 1802 год, номер тринадцатый. Продолжение следует scenes Продолжение следует...